Медведя Здравствуйте! Сейчас мы с вами будем вязать вот этого медведя. Любое вязание мы начинаем с того, что подбираем пряжу. Медведя я буду вязать в основном из травки, поскольку моя машина травку берет легко, вяжет. Я буду вязать из травки. Есть много пушистых ниточек, которые вы можете применить, если ваша машинка не берет травку. И как отделочная пряжа я подобрала более-менее подходящую по цвету, только немножко посветлее. Вот такой вот пихорка детский каприз. Это акрил. Детский акрил. Но самое главное здесь, чтобы эта пряжа сочеталась по цвету, потому что основной медведей у меня будет меховой. Вот эта вот пихорка акрил будет только отделкой на голове и на лапках. То есть этой пряжи нужно совсем немножко. Вы можете воспользоваться какими-нибудь остатками, то есть покупать специально для того, чтобы совсем немножко провязать. Наверное, целый моток и не обязательно. Самое главное, чтобы хватило основной пушистой пряжи. И такой момент. Начинаем вязать образец. Образец. Вот я провязала. Я им и буду, в общем-то, рассчитывать. Потому что медведь небольшой, вот это не вещь, которую мы на себя надеваем. И очень точный расчет тут, в общем-то, не нужен. Поэтому такого небольшого образца мне хватит. Самое главное, подобрать плотности так, чтобы вот это вот вязание отделкой по ширине совпадало с травкой. Вот. Ширина должна быть одинаковой. Высота вязания будет корректироваться, это неважно. Самое главное, чтобы ширина была одинаковой, потому что мы будем провязывать сплошным полотном лапы и сплошным полотном голову. Хотя можно делать это, конечно, и разными частями, потом сшивать. Можно провязать так, как буду провязывать я, одним единым полотном. То есть тут каждый может, в общем-то, варьировать вот эти вот моменты. И еще такой момент. Моя машинка провязывает травку на каждой игле. Видите? На максимальной плотности, но на каждой иголке. У меня нет проблем с моей машинкой. Если ваша машинка вяжет плохо травку, значит, по всем правилам, травка вяжется через одну иглу. Берете машинку, провязываете травкой на той плотности, которая комфортна вашей машине. Так, чтобы она легко ее вязала. И после этого берете отделочный материал и на этих же иглах только, естественно, ставите в работу все иголки. Подбираете такую плотность, чтобы ширина травки совпала с шириной простого вязаного полотна. И обязательно записывайте плотность травки и плотность полотна. Потому что, когда мы закончим вязание травкой, мы вводим работу иглы. Выставляем плотность комфортную для вязания простым полотном. Вывязываем часть, которая нам нужна. Убираем иглы через одну и вяжем дальше травкой. Вот такая у нас будет работа. То есть, ваша задача, прежде чем мы что-то начнем делать, подобрать плотности вязания для травки и для отделочной пряжи. Когда вы это все сделали, мы начнем сейчас рисовать медведя. Вот этот этап подготовительный необходим. Без него мы не свяжем красивую игрушку. В общем-то, ничего не свяжем. Потому что подбор плотности это одна из основ машинного вязания. Подобрали плотность, подобрали ширину. Ну, поскольку материал разнофактурный, это очень важно. И теперь можно спокойно рисовать нашего медведя. Будем сейчас создавать, делать выкройку. Что мы будем вязать. Медведь у нас будет небольшой. Но, поняв, как делается небольшой медведь, мы с легкостью свяжете и большого, даже очень большого. Главное иметь много пряжи и набивочного материала. Размер может быть абсолютно любой. Вы можете вязать даже гигантского медведя, такого, которого никто не вяжет. Потому что купить такого очень проблематично. А купить пряжу и набить его подушкой может любой. Будет огромный-огромный медведь подарочный. Никто не подарит, а вы подарите. Видите, вот мы имеем возможность сделать вот такие вот уникальные подарки. Итак, определяем ширину. Высота медведя. Сейчас я делаю туловище, пока еще без головы. Голову мы будем делать по очереди. То есть мы сначала провяжем туловище, посмотрим, что у нас получилось. И чтобы это все было более-менее пропорционально, мы нарисуем голову и лапу уже после того, как у нас будет готово туловище. Вот. Поэтому сначала туловище будет у нас. Ну, давайте возьмем сантиметров 20. Больше не надо. 20 сантиметров у нас туловище. Главное, чтобы хватило пряжи. Так, внизу медведь у нас будет вот такой вот каплевидный. Поэтому делим так 21. Это 10 с половиной. Сейчас можно даже вот так вот пополам делить. Так, 10 с половиной. Снизу вот такой толстенький медведь будет. Вот такой, наверное, туловище. 15, 7 с половиной. 7 с половиной и 15. Вот такой медведь. Сейчас схемку быстренько. Это схема, причем примерная. Нам она нужна для того, чтобы посчитать. Берем целые сантиметры, чтобы нам легче было считать. Голова. Ну, вот. Вот такая вот, наверное. Сантиметров 10. Здесь вот 5. 10. Туловище. Каплевидное. Ну, вот так вот. 11 на 11. Так. Сейчас быстренько. И оно идет на сужение. Вот такая вот, собственно, конструкция. Вот здесь, внизу, мы будем выполнять частичное вязание. Возьмем несколько петель. Вот это вот мы должны с вами провязать. В одну сторону. Здесь будет частичным вязанием закругление живота. И в другую сторону. Это все будет вязаться из травки. Вот такая вот у нас была конструкция тела медведя. Вот это все мы соберем на стяжку. И пришьем голову. По бокам пришлем ноги и лапы. Собственно, вот такая вот у нас схема медведя. Итак, теперь делаем расчет. Здесь у меня 11 сантиметров. Здесь получается... Сейчас быстренько его посчитаем. Здесь 9. Здесь 3. Набираем... Так, поскольку мы начинаем... Здесь 10. Здесь мы заканчиваем. Так, 15. И вот тут вот, где частичное вязание. Пару сантиметров мы будем делать частичное вязание. В общем-то, все сантиметры раскидали. Естественно, горизонталь это петли, вертикаль, ряды. Считаем. У меня 20 рядов травки. Это 6 сантиметров. Пишу 20 рядов 6 сантиметров. И 30 петель это 12 сантиметров. 30 петель это 12 сантиметров. Беру калькулятор. Калькулятор. Получается, 20 делим на 6 равно 3,33 ряда. И 30 делим на 12 равно 2,5 петли. Вот это моя петельная проба. 3,33 ряда 2,5 петли. Все. Теперь я умножаю 10 сантиметров на 2,5 петли. Значит, беру другой цвет. 25 петель набираю. 9. Так, ладно, все ряды сначала, все петли. 3 умножить на 2,5 равно 7,5. Я набираю 8. Так, здесь я не посчитала, не посмотрела. 15. А, ну, собственно, я прибавлю. Здесь вот у меня для проверки 15 умножить на 2,5 равно 38. Вот здесь у меня должно получиться 38 петель, естественно, петель. Теперь ряды. 9 умножить на 3,33 равно 30. 30 рядов. 11 умножить на 3,33 равно 36,6,30. Ну, 36. Ну, пусть будет так. И 2 умножить на 3,33 равно 6. Ну, где-то 6, возьмем 8 рядов. До окончания мы будем делать с животом вот такое скругление. Ну, может быть. Так. Теперь считаем, за 30 рядов я должна убавить и прибавить 8 петель. Мы, поскольку будем вязать сверху вниз, развернемся и пойдем обратно, вот этот расчет будет универсален и для убавок, и для прибавок. Значит, 30 делим на 8 равно 3,75. Так, 3,75. Поскольку я не могу делать убавку или прибавку в первой петле, если я набрала петли и тут же убавила, у меня не будет здесь 25 петель, поэтому я должна как минимум провязать 2-3 ряда. Значит, первую прибавку я делаю в третьем ряду. Последнюю убавку или прибавку я делаю в тридцатом ряду. Здесь вот. Итого, у меня, если 30 минус 3, вот, вот, минус вот это вот, 27 рядов. За 27 рядов я должна убрать уже 6 петель, потому что в тридцатом ряду и в третьем я делаю 2 убавочки. У меня всего 8, 2 уже определены. На самом деле 6 петель это, смотрите, беру на глаз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поэтому 27 делим на 7 равно 3, 8, 5, 7. То есть почти 3, 9. 3, 9 это практически 4. Значит, в основном мы прибавляем по 4 ряда. 4, 4 и 3. Потому что почти 4. То есть 2 раза 4, 1 раз 3. Это все на глазок. То есть я очень точный расчет здесь не делаю. У нас не какая-то вещь для ношения, которая должна идеально сидеть. У нас просто игрушка, которая позволяется быть не обязательно такой четкой и точной. Мы можем ее немножко варьировать. Медведь будет чуть тоньше, чуть-чуть тоньше. Это, в общем-то, не важно. Поэтому здесь абсолютно такого точного расчета я не делаю. Поэтому так, берем третья петля. У нас есть. 3 плюс 4 равно 7. Плюс 4 равно 11. Плюс 3 равно 14. 3, потому что у нас 3, 9 было. То есть 2 раза 4, 1 раз 3. Плюс 4 равно 18. Плюс 4 равно 22. И плюс 3 равно 25. Ну и там будет плюс 5, 30 ряд. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Практически на глаз, но вот так вот делать вполне можно. То есть вот это не научный метод. Можно графически расписать 30 рядов и на глазок вот так вот поставить 8 точек. Главное это делать так, чтобы ряды были на одном расстоянии. То есть распечатываете на компьютере и 8 точек ставите на глаз, например, на равном расстоянии друг от друга. И вот так вот делаете убавки. Для игрушек такое вполне сойдет. Так. Итого мы набираем 25 петель. По вот этому расчету делаем прибавки. Потом вяжем 36 минус 8. Так, 36 минус 8. 28 рядов. И на 8 рядах делаем частичным вязанием скосик на живот. Чтобы живот у нас был все-таки не квадратный, а кругленький. Мы будем частичным вязанием вывязывать 8 рядов. Вывяжем. Поставим их обратно. То есть довяжем до нижнего ряда. И пойдем то же самое, только в обратном порядке делать наверх. Дойдем до вот этого 25 петель. То есть то же самое, те же. Из 8 рядов мы поставим обратно частичным вязанием все иголки. Провяжем до начала убавок. По вот этому же расчету, только перевернув его вверх ногами, провяжем уже убавки. И выйдем на исходную точку. Нам останется только стянуть шею. После того, как мы набьем медведя. И после того, как мы провяжем туловище, мы будем заниматься уже головой и лапами. Сейчас берем машинку. Первое, что мы делаем, само собой. Подбираем петли. Потом расчет. Потом вяжем туловище. И после того, как туловище будет готово, будем заниматься лапами и головой. Начинаем вязать. Берем наш расчет. Набираем 25 петель. Набор лучше делать простой пряжей, не травкой. Травкой тяжело провязывается первый ряд, поэтому набирать буду вспомогательной ниточкой. Так, беру 23 и 22, 25 петель. И по этому нашему расчету, который мы с вами посчитали, буду прибавлять петли в третьем, седьмом, одиннадцатом, четырнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, 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 двадцатом и тридцатом ряду. Начинаю набор. Если у вас машина с нитеводом, вы начинаете набор вспомогательной нитью, навешиваете грузики, все как обычно. Если у вас машина с ручной прокладкой, вы можете начать сразу, как это делаю я. Набирать буду обвитием. Кстати, можно делать набор через быстрый набор. Посмотрите, у меня есть такие уроки. Быстрый набор для вспомогательной нити, который дает возможность делать стяжку. Это поскольку шею, мы будем ее стягивать, возможно, сразу так начинать. Но каждый начинает, как ему удобно. Потом мы все равно это все стянем и сделаем. Итак, и провязываем один ряд для того, чтобы начать вязание травкой. Беру плотность побольше. Поскольку здесь все равно будет стяжка, мне нужно, чтобы здесь были свободные петли, завязываю узелок. Все, эта нитка мне больше пока не нужна. У меня достаточно большие петли. Могу начинать вязание травкой и начинать расчет рядов под счет. Беру ниточку и вяжем. Ставим плотность для травки. У меня она была 9. И вяжем 3 ряда. Раз. Теперь очень внимательно. Травка, материал капризный. Два. 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 Такой момент. Травка очень капризна. Не все машинки ее легко провязывают. Иногда спускают петли. Если такое произойдет, поднимать петли будем, когда свяжем изделие. То есть мы будем исправлять ошибки на уже готовом полотне. Потому что вот сейчас это делать очень-очень проблематично. Во-первых, не видно, если что-то спустила где-то петля. А если и видно, ее очень тяжело будет поднимать. Поэтому мы оставляем все как есть. Как только у нас образуется ажур распущенной петли, он тут же заполняется следующей иглой. Игла делает набор петли и провязывает дальше. Травка не убегает, она слишком неэластична для того, не скользкая, скажем так, чтобы распуститься дальше. Поэтому петли остаются на месте. Мы увидим все эти дырочки и закроем их после того, как свяжем полотно. Три ряда провязали. Делаем простую прибавку. Выставляем в переднее нерабочее положение иглу и провязываем. Если у вас машина с нитеводом, значит у вас есть рычаги, которые вводят отключающие введение в рабочее положение игл из переднего нерабочего положения. Отключаете эти рычаги, потому что сейчас мы будем делать прибавки. Либо делаете другого типа прибавки. Прибавка на третьем ряду. И с другой стороны. Так, уже не закрывала она мне. Четвертый. Прибавили. Четыре ряда. Следующий в седьмом. Четыре. Пять. Шесть. Семь. В седьмом ряду делаем еще прибавку. Прибавка в седьмом ряду. Прибавка в восьмом ряду. И так далее вяжем по расчету. Вот так вот выдвигая иголку, обвивая, мы прибавляем по одной игле в каждом расчетном ряду. Восемь. Прибавки в одном ряду одновременно в данном случае мы не делаем. Хотя есть возможность это сделать. Как вам удобно, так и прибавляйте. Я прибавляю через ряд. Восемь рядов. И таким образом вяжем до тридцатого ряда. Когда у нас будет набрано тридцать восемь петель. Вяжем до тридцатого ряда. И тридцать шесть рядов, как мы посчитали, прямым полотном. После этого будем делать закругление. Вяжем. Вот мы провязали увеличение и прямое полотно. Медведь вот такой вот небольшой. Теперь будем выполнять скругление частичным вязанием. Убирать не нужно провязать. Расчеты у нас мы с вами считали здесь восемь рядов. Поэтому счетчик обнуляю, чтобы не забыть. И убирать буду по две петли. Частичное вязание, как мы с вами вяжем пяточки у носков. Все выполняется по одному принципу. Такое закругление делаем сейчас на животе. Так, два, две петли с другой стороны. Обратно мы будем вводить иглы не эти же самые. Потому что когда здесь обвития на одной игле будет так много, травки, будет очень тяжело вязать. Поэтому обвивать будем другие иголки. Два. Проверили, что все провязано. Как только возникает какое-то утолщение, значит там не провязанный ряд. Поправляем. Все должно быть провязано. Две иглы. Обвели здесь. Провязываем тут. С другой стороны. Два ряда. Три. Так, все нормально. Проверяем петельки. Очень внимательно это надо делать. Несмотря на то, что это может быть тяжеловато идет, все равно гораздо быстрее, чем руками. И ровненько. И четко вывернуто все на эту сторону. Основная масса меха. Так. Четыре. Все провязано. Две иглы с этой стороны. Пять. Две иглы с другой. Шесть. Еще. Семь. Так, не провязалось. И две иголки здесь. Восемь. Теперь делаем все то же самое, только в обратном порядке. Вводим по две иголочки. Но тогда мне придется обвивать ту же самую иглу. Поэтому сначала я введу одну иголку. Последний раз три. На такой массе меха это будет незаметно. Зато не надо будет обвивать два раза одну и ту же иглу. Это облегчит работу. Раз. И одну иглу с другой стороны. Два. И теперь по две иголочки. Теперь мы не будем задевать одни и те же обкрутки. Ставим в работу. Три. Через одну. Три игла тут. Ставим все в работу. У нас отлично вывязанное закругление животика. Медведя. Если где-то мы какие-то ошибки делаем, у нас петли спускают. Они спускают обязательно. При таком на травке, если мы так жестко вяжем. Но ничего страшного, мы это все поправим. Сейчас, когда довяжем изделие. Снимем его с иглу и собираемся ошибчивать. Ничего ужасного здесь нет. Тяжело, конечно, машине это вязать. Но, как вариант, через иглу. Если мой ряд 8. Провязали. Вот здесь даже чувствую. Вот такой вот мешок. Вы чувствуете? Видите? Вот это вот животик нашего медведя. Теперь в обратном порядке. 36 рядов. Только вязать уже будем вот так вот. 36 рядов прямого полотна. И уменьшение до 25 петель. По нашему, можно пользоваться этим же расчетом. На 3, 7 и так далее. И вяжем обратную сторону. По этой же самой выкройке. По этому же самому расчету. Обнуляю счетчик. 36 рядов прямого полотна. И 30 рядов вот с такими убавками. Мы делали прибавки, расширяли. Теперь убавляем до шеи. Довязываем до шеи по этому же расчету. И внимательно следим за тем, чтобы как можно меньше петель слетало у нас с полотна. Вот мы связали тело медведя. Вот оно получилось. Вот таким здесь закругление. Такое каплеобразное. Смотрим на нашу выкройку. Прикладываю все. Посчитано просто замечательно. Медведь лег идеально. На 10 видно, что он лежит. Со всех сторон. Просто замечательно. Теперь, поскольку у нас все получилось, мы должны этому медведю нарисовать руки и ноги. То есть лапы и голову. Берем листик и смотрим, какого размера конечности подходит нашему медведю. Будем сейчас рисовать. Медведь у нас стоит. Какого размера лапы ему подойдут. Если лапа будет вот такая, подойдет ли она нашему медведю. Ну, наверное, подойдет. Сейчас мы это все вырежем, посмотрим. Такого размера, если подходит. Значит, такого и вяжем. Немножко больше. Потому что мы это будем сшивать. Смотрим. Наш медведь. И вот такая нога. Наверное, да. Наверное, вот такие две ноги ему по размеру подойдут. Так, с ногами разобрались. Теперь верхние конечности. Верхние конечности буду вязать просто прямые и тоже с закруглением, с лапкой. Нужно просто подобрать, определиться с размером. Они будут небольшие. Наверное, вот так вот тоже сойдет. Сейчас посмотрим, что получается. Пришитые лапы передние, пришитые лапы задние. Ну, задние можно немножко потолще, наверное, но, в общем-то, подходит. Все, теперь моя задача провязать вот такие вот две конечности. берем калькулятор и считаем, что у нас получается. Петельная проба у нас верная. Все замечательно получилось. Итак, лапа, длина лапы 11 сантиметров. Значит, лапа. Лапа верхняя 11 сантиметров. Это у меня будут ряды. И 4 с половиной это петли. Так, умножаем 3, 33 ряда на 11 равно 36 рядов. 4 с половиной петли умножаем на 2 с половиной равно 11 петель. Это передние лапы. Теперь задние. задние лапы сделаю немножко побольше. Длина лапы здесь, так, задняя лапа. Получается, до загиба лапы я вижу 9 сантиметров это ряды и ширина лапы пускай будет тоже 4 с половиной это петли. Значит, петли 11 ряды 9 умножаем на 3, 33 равно 29 и 9 30 рядов. 30 рядов. Итак, и размер ступни. Естественно, ступня у меня будет 6 сантиметров. 6 сантиметров это ряды. 6 умножить на 3, 33 равно 19, 98 20 рядов. Все. Распределили. Так, это ступня, чтобы не перепутать. Моя задача 4,5 если она здесь 4,5 значит здесь 2 и 2 сантиметра сейчас я вам расскажу, что это такое 2 умножить на 3 33 равно 6,66 ну пускай будет 7 рядов. Так, ну, наверное, не 7, а побольше. Когда будем вязать ступню, по ходу вязания посмотрим, сколько сантиметров точно мы будем делать. Вязать ступни, вязать задние лапы будем по принципу носка. Будем вязать носок. Ступню будем вязать отделкой саму лапу мехом. То же самое здесь. мы будем делать частичным вязанием закругление лапки передней. Одну часть мы будем вязать полностью мехом, вторую часть частичным вязанием будем вязать вспомогательной пряжей и остальное мехом. То есть лапы будут комбинированные, не только не чисто меховые. Так начинаем вязать. Берем машину, расчет есть, вяжем. Но прежде чем мы начнем вязать, надо определиться как именно мы начнем вязать. Если мы будем вязать длинным полотном сшивать с двух сторон, это один вариант. Если мы будем вязать полотно двойным, просто с одним швом, это немножко по-другому. Двойным проще, потому что не нужно делать целый шов. И вяжется по идее, поскольку это машина, один ряд, одно движение каретки, один ряд, это получается в два раза быстрее. Наша задача связать быстрее. Значит вязать будем двойным полотном, то есть не одну длину лапы, вот как я посчитала сейчас, а полотном двойной. То есть 11 петель, значит мы берем 22 петли. 22 петли. Это лапа. Вяжем 26 или 28 рядов. И после этого мы делаем убавку и прибавку частичным вязанием. Это тоже пойдет как длину нашей лапы, но будет уже закруглением. Все как в носочке. Вяжем частичным вязанием. Итак, сейчас мы набираем 22 петли, поскольку у нас 11 это половина лапы. Провязываем 26 рядов основным мехом. И будем смотреть как вязать лапу. Для лап набор петель я тоже буду делать вспомогательной нитью, поскольку она проще при провязывании. Делаю набор обвивом. Вы делаете набор так, как принимает ваша машинка и как вы привыкли. Мне очень нравится обвитие, поэтому я так и начинаю. Ваша задача начать удобным вам способом. То есть при вязании на вязальной машинке ничего не должно вызывать затруднений и каких-то отрицательных эмоций. делайте так, как вам удобно. Провязываем ряд. Счетчик. берем травку или другой мех, которым вы вяжете и от плотности само собой устанавливаем подходящую для меха расчетную травку через иглу или на каждой игле, как вы вязали медведя, вот точно так же прямым полотном вязываем 26 рядов. Если у нас есть какие-то непровязы или что-то такое случается, мы ничего не исправляем в процессе вязания, исправляем все уже когда будет связано, потому что в мехах очень трудно ориентироваться. Вот когда связали, все покажу, вот связали деталь с изнанки, она конечно тоже меховая но не настолько с лица изнанка гораздо более меховая потому что машина выворачивает мех на изнанку на ощупь просто ищем есть ли у нас где-то какие-то непровязы или дырки если они есть просто их аккуратненько подхватываем петлю и привязываем к соседней петельке ниточкой на лицевой стороне вообще ничего не видно главное не оставлять дырок потому что они будут распускаться дальше вот нашла вот не провяз маленький маленький но он есть сейчас его закрою самое главное поймать петлю видите через него может набивочный материал высыпаться да и вообще нехорошо когда у нас есть дыры так берем крючком петлю провязываем все петли которые у меня тут не провязаны она даже начала спускаться по лицу лицом прямо и провязываем обычным крючком зацепили следующую петлю взяли кусочек продели через петлю которую мы подняли и следующую петлю с которой мы соединяем нашу спущенную все вот это вот можно отрезать излишки исправили отверстие нет просто подняли и подшили на мехах вот на таких это вообще не катастрофично и не будет иметь практически никакого значения главное чтобы на лицевой стороне ничего не было видно вязать такие вещи очень сложно поэтому не расстраивайтесь если какие-то дырки или не провязываю у вас получается мы все поднимем по готовому изделию так один ряд провязали два и поехали вязать медведя лапы еще 24 ряда и будем делать уголок провязали 26 рядов теперь начинаем делать убавки половину игл то есть 11 игл ставим переднее нерабочее положение они в работе участвовать не будут и на оставшихся иголках вяжем частичным вязанием ну как я это все время называю пяточку носка все вот это вот и есть наше закругление лапки то есть по одной игле мы убираем переднее нерабочее положение раз смотрим чтобы никакие петли не убежали два три машинка не всегда провязывает все-таки это не самое приятное для нее пряжа но ой-ой-ой 5 6 7 8 до 3 иголочек достаточно не провязала что ли да сейчас провяжу так и все вот эта пряжа мне больше не нужна берем отделочную только сначала проверю что раз-два-три-четыре-пять раз-два-три-четыре-пять все все верно берем отделочную и начинаем вводить в работу вот с этой начну начинаем вводить в работу по не все верно берем берем отделочную пряжу и начинаем вязать так провязываем плотность плотность обязательно плотность поменять раз и вводим в работу в обратном порядке следим за язычками два будем работу три они закрываются от того, что мех пушистый четыре до последней иголки надо очень смотреть потому что поднимать частичное вязание тоже не очень интересно сейчас мы ввязываем ладошку медведя так вот эти все нитки поднялись теперь мне нужно соединить две части но поскольку у нас эта изнаночная часть является лицом медведя я могу не снимать всю набросовую нить а провязать один общий ряд вот этой вот вспомогательной ниточкой поскольку она гораздо приятнее в работе чем травка ее лучше видно сейчас провязываю на всех иголках один ряд вот здесь у меня было закругление видите поэтому его я трогать не буду это гораздо более сложная сложная часть 11 этих иголок ставлю в переднее нерабочее положение остальные набросываю нитку просто загну и соединю все даже не буду ничего особо придумывать если бы у меня это было изнанкой мне пришлось бы снимать на вспомогательную ниточку все вязание складывать пополам переносить его на иглы но поскольку что ли изнанка является лицом сейчас я делаю шов который у меня уходит на лицо являющийся в данном конкретном случае изнанкой все теперь я просто начиная от края навешиваю петли на иглы вспомогательную нить берите такого цвета чтобы она хорошо выделялась чтобы было видно петельки у меня петли коричневые нитка светло-бежевая поэтому хорошо их видно последняя последняя петля не хочет вот она стянулась все вспомогательную нитку распускаю вот это вот все я просто закрываю удобным способом для меня самый удобный способ косичка ей я и закрою закрываете тем способом который удобен вам в данном случае у нас не урок вязания а урок по вязанию медведя поэтому объяснять закрытие открытие петель наверное не нужно иначе вы бы не стали вязать медведя поэтому закрываете удобным вам способом хотите иглу хотите пересадками хотите косичкой как вам нравится мы связали лапу медведя сейчас вам покажу надо связать естественно две таких лапы потому что медведь у нас полноценный то есть не однобокий а нормальный так вот наше соединение выворачиваем вот это вот сейчас то что ниточки закончили здесь я их выверну наизнанку все вот ладошка у медведя видите провязана мягкой ниточкой меховая лапа я ее связала двумя цветами такая с близком с золотинкой можно было однотонной как медведя вот наш медведь здоровенный и у него вот такая вот лапа очень все здорово мы все это набьем и будет смотреться просто сказочно связав две вот такие вот лапы видите две одинаковых лапы мы связали лохматых мы их сошьем набьем набивочный материал привяжем к телу все будет замечательно ладошки на ладошках вывяжем когти все сделаем но пока делаем заготовки так две одинаковые лапы есть теперь вяжем задние лапы задние лапы будем вязать по другому принципу задние лапы мы будем вязать в длину потому что мне будет трудно провязать половину одной нитью половину другой не нужно будут вывязать след След, точно так же, как я вязала ладошки, вот этой вот ниткой вспомогательной. То есть вся лапа будет меховая, а след у медведя будет связан отделочной нитью. Поэтому вязать будем по принципу длинного носка. Но одновременно надевать на иглы петли протяжки я не буду, я потом просто сошью, мне это просто удобнее. Такая лохматая пряжа, что протяжки межугольные здесь очень плохо видны. Поэтому, и к тому же количество рядов пряжи не совпадает, я не буду даже и начинать это делать. Я свяжу длинный-длинный вот этот вот носок и сошью его. Так, расчет. Расчет мы с вами посчитали. У нас 11 петель, те же 11 петель. Ну, надо посмотреть, сойдет нам такая лапа, вот 11 петель. Или надо сделать потолще. Видите, мы все можем поменять по ходу дела. Вот сойдет такая лапа, 11 петель. Или, наверное, надо все-таки сделать потолще. Давайте сделаем потолще. Медведь будет толстый, пускай будет не 11, а на 4 петли больше. 15 петель и вяжем 30 рядов без изменения количества петель. То есть мы вяжем 15, даже 16 рядов набрала. Пусть будет лапа совсем толстая, большая толстая лапа. Все-таки это медведь. Медведь косолапый, толстый. Или сойдет 15. 16 на сшивание. Я сшивать буду. Один ряд провязываем вспомогательной нитью, так удобнее. Не забываю менять плотность рабочей нити и вспомогательной. Провязали один ряд. Эта нить больше мне нужна, я ее отрезаю. Беру рабочую нить, меняю плотность. И вяжу 30 рядов на пряжей травка. Слежу за тем, чтобы у меня провязывался каждый ряд. Два ряда. И еще 28. И останавливаюсь, будем ввязывать пяточку. Провязали верхнюю часть ноги 30 рядов. Начинаем вязать ступню. Начало пяточка. Как в носке. Подвигаем переднее нерабочее положение к крайнюю углу. Провязываем ряд. Проверить язычки. Два язычка. У меня тут собрались закрыться. Это плохо. Так, два. Ряд. Выдвигаем переднее рабочее положение к крайнюю левую углу. Обвиваем правую. Провязываем ряд. Проверяем язычки. Мохнатая шерсть так и норовит их закрыть. Проверяем. Обвили иглу, стоящую слева. Выдвигаем следующую иглу, стоящую вправо. С правой стороны. И по очереди подвигаем иглу, как для вязания пятки носка. Собственно, мы носок сейчас с вами и вяжем. Так, до пяти петель. Четыре. Пу-четыре. Теперь пять. Пять. И пять. Все, связали. Заднюю часть ноги отрезаем. Рабочую нить берем вспомогательную. Вывязываем след. То есть берем нашу обычную ниточку. И вывязываем все то же самое, только в обратном порядке. Так, не забыли плотность поменять. Ставим в рабочее положение иглу по очереди. Стороны противоположной каретки. По одной. Здесь обвиваем иглу, ставим в рабочее положение иглу противоположную. Стороны противоположной каретки. По очереди. Выставляем все иголочки. вывязываем ступень. Следим за язычками. И делаем все то же самое, вывязываем закругление носочка, выдвигая в переднее рабочее положение все иглы по очереди. На обычной ниточке вязать не в пример, проще, чем травкой. Тоже до пяти иголочек. Все то же самое. Пять, пять и шесть. Отрезаем. След мы вывязали. Пять, шесть и пять, потому что правило носка. Здесь должно быть не менее одной трети, иначе будет остренький носочек, такая шпора на пятке. Это совершенно не нужно. Берем травку, меняем плотность на каретке, плотность вязания. И все в обратном порядке. Теперь вводим в работу травкой иглы. И поехали в обратную сторону. Очень внимательно следим за язычками. Собственно, самое сложное мы с вами уже связали. Пять, два, две последние. Раз, и последний ряд. Так, мы связали ступню и заднюю часть ноги. Связали закругление носочка. Теперь у меня 10 рядов для того, чтобы выровнять ступню. И 30 рядов для того, чтобы дойти до верхней части ноги. То есть закрыть. 10 рядочков до ступни и 30 рядов до конца ноги. Итого, прямым полотном я сейчас вяжу 40 рядов. И закрываю вязание. Ножка связана. Нужно две вот таких вот ноги. Две лапы верхних и две лапы нижних. 40 рядов вяжу, закрываю и будем вязать дальше медведя. Итак, мы связали медведя тело. Две передние лапки и две задние лапки. Можно, конечно, прямо сейчас начать вязать голову. Но я бы хотела посмотреть пропорцию, что у нас получилось. Поэтому мы сейчас выворачиваем на изнанку все детали. И кроме верхних частей зашиваем. Вот здесь вот у медведя вверху будет голова. Поэтому пока не стягиваем ничего. Зашиваем боковые швы у тела. Зашиваем боковые швы у лап. Ноги у нас получились. Вот длинная часть пойдет совмещаться с короткой. И получится вот такая вот лапа лохматая медвежья. Я добавляла золотистые ниточки. На изнанке они будут кое-где давать вот такие вот блески. В принципе, можно было этого и не делать. Вот такие будут лапы медвежьи. Набиваем холофайбером, любым набивающим материалом. Я для своих игрушек использую холофайбер. То есть идете в магазин, покупаете самую дешевую подушку. Это будет холофайбер. Спать на этой подушке невозможно. Но для игрушек самый лучший материал. Самый доступный. То есть искать его нигде не надо. Это не что-то такое специальное. Это самая дешевая подушка, которая продается во всех магазинах вот таких вот постельных принадлежностей. Они даже бывают без наволочек. То есть продается в таком... Какой-то простенькой тряпочкой набитой эта подушка. Она для того, чтобы на нее сделали красивую наволочку. Можете купить. Стоит рублей 70-80 такая подушка. Подходит для любых игрушек. Гипоаллергенно. Отлично. Мнется, легкая, ничего не весит, сохнет моментально. Для игрушек самое то. Итак, сшиваем медведя. Как сшить, вы наверное догадаетесь. Выворачиваете на изнанку. То есть в данном случае изнанкой у нас будет лицевая сторона. Видите, лицо у нас будет изнанкой. Совмещаем детальки и осторожно пришиваем по краюшку. Как удобно. В данном случае можно пришивать просто иголкой через край. Настолько мохнатый медведь, что сшивание будет видно в любом случае. Главное хорошо зашить, чтобы наш набивочный материал не вылезал. И пришьем после этого лапы к медведю и посмотрим желаемый объем головы. Зашиваем, набиваем. После того, как сшили и набили наши заготовки, я пришила лапы к телу. Но у меня медведь будет сидячий. Он очень плотенько сидит. Видите, вот такое вот. Совершенно очаровательное туловище получилось. Можно было пришить лапы вниз, тогда бы он был лежачий. Потому что стоять он не может. Он мягкий, у него нет каркаса. Поэтому он сидит. И сидит достаточно уверенно. Это сидячая игрушка. Как пришьете лапы, так он и будет. Можно лапы было пришить вниз. Он бы у вас был вот такой, с лапами вниз. Куда угодно пришьете, так они и будут у вас держаться. У меня медведь сидит. Тут есть варианты. Теперь размер головы. Вот у меня достаточно такой приличный моток травки. Приложив к медведю, я понимаю, что вот это вот, чтобы видно было получше, нормальный размер головы для такого тела. То есть ориентируемся на вот этот клубок. Видите, вот если его приложить, очень хорошо смотрится как раз по размеру нашего мишки. Наша задача сейчас вязать вот такой вот шарик. Вот такого же размера. Итак, у этого шарика измеряем его где-то сантиметров 15. Значит, 15 на 15 круг. Вязать я буду по принципу тела. Вот как мы делали тело, так же я и свяжу и голову. Поскольку материал очень эластичный, он как набьете, так он и уляжется. Травка, она позволяет нам, особенно если вы вяжете через иглу, там вообще набивайте как угодно. 15 сантиметров отмечаем, делаем такой квадрат. И по нему сейчас будем делать разметку. 15 пополам, это 7 с половиной. Ну вот, где-то сантиметра 3 с двух сторон так. И сантиметра на 3 мы должны будем убрать. И здесь, здесь метра по 4 даже. Вот это вот мы должны будем прибавить в процессе вязания. Чтобы у нас получился, так, здесь по 4. Сейчас мы быстренько посчитаем. Так, берем калькулятор. Петельную пробую, будем расчет делать. Так, я пометила, что мне. Начинаем с 10 сантиметров. За 4 сантиметра мы добавляем 3 сантиметра. Вот у нас идет расширение. Потом мы вяжем 7 сантиметров гладким полотном. Потом за 4 сантиметра убавляем 3 сантиметра по краям. Мне нужно рассчитать. Так, у меня 3,33 ряда в одном сантиметре. 4 умножаем на 3,33 равно 13. Утого, вот здесь вот 13 рядов. И здесь 13 рядов. 7 умножим на 3,33 равно 23,3. Ну, 24. 24 ряда. Теперь петли. 10 на 2,5 это 25 петель. 3 сантиметра умножаем на 2,5 равно 7,5. Ну, пусть будет побольше. 8. 8 и 8. Итого, набираем 25 петель. Потом за 13 рядов я добавляю 8 петель. Ну, я сделаю проще. 13 или 16 разницы тут никакой. Поэтому убиваться на расчетах мы не будем. Мы каждый ряд прибавляем по петле. Прибавляем. У нас получается на 16 ряд мы сделаем все прибавки. И здесь тоже самое. Не 13 получается, а 16. И 24 минус 3 я провязываю 21 ряд. Потому что на 3 петли меньше они уйдут вот сюда вот на увеличение. И у меня будет немножко другая форма. Но, в принципе, это ничего не изменит, потому как не хочу я особо расчетами заниматься. Итак, набираю 25 петель. Потом через каждый ряд прибавляю по одной петле. У меня получается 16 рядов. Потому что мне надо прибавить 8 петель. Через ряд. Это значит умножаем на 2 раза. 16 рядов я провязываю. А, 21 еще минус 3. Ну, сделаем проще. 16, 16. И здесь 15 сантиметров всего. Чтобы было понятнее. 15 сантиметров умножаем на 3. 33 равно 50 рядов. У меня вся голова. 50 минус 16 и минус 16. Вот так проще. Минус 16 и минус 16 равно 18. То есть, вот здесь я провязываю 18 рядов гладью. И начинаю делать убавки. Те же самые. Через один ряд я делаю убавку. Выхожу на 25 петель. И закрываю. То есть, не закрываю. Это одна сторона головы. Переворачиваю и делаю то же самое в другую сторону. То есть, у меня получается круглая голова. На ней я буду делать морду. Но это следующим этапом. Сейчас я должна вывязать голову и сшить ее. Берем машинку и набираем 25 петель. За 16 рядов прибавляем по 8 петель с каждой стороны. 18 рядов провязываем прямым полотном. И за следующие 16 рядов убавляем по 8 петель с каждой стороны. И делаем еще раз эту же операцию. То есть, у меня будет вот такая вот деталь. Деталь будет вот такая. Она, видите, абсолютно симметричная. Я сложу, у меня получится круглая голова. Вяжем. Вяжем и сшиваем. Там, где у нас начало, где шея, мы не сшиваем. Оставляем отверстие технологическое, которое будем набивать синтепон или холофайбер или что у вас там есть. И потом просто соединим вот эти вот два отверстия. Здесь немножко подтянуть, там подтянуть, сшить. У нас получится медведь с полноценной головой, на которой останется только оформить физиономию. Сейчас вяжем голову. Вот наша голова. Как нарисовали, прикладываю. Все совершенно точно совпало со схемкой. Теперь складываем лицевой стороной внутрь. Зашиваем края, оставляя только нижнюю и верхнюю часть, которую мы будем набивать и потом подшивать к телу медведя. Зашиваем бока, набиваем набивочным материалом. И будем оформлять физиономию. Сформировать голову полностью, набить ее набивочным материалом, чтобы это была достаточно приличного вида окружность. Свяжем ушки. Обязательно, потому что вот это не уши. Уши мы должны связать отдельно, они будут красивые. И после этого будем смотреть, надо ли оформлять лицо медведя, лицо дополнительным носом из отделочного материала. Либо мы оставим все вот так вот. Пришьем пуговицу, глазки, ушки и оставим как есть. Сейчас будем на это смотреть. Для начала оформляем голову. Связали голову. Она получилась вот такая вот совершенно круглая. Набили ее и чуть-чуть подтянули. Получается вот такой медведь с головой. В общем-то очень даже хорошо. Теперь моя задача оформить физиономию. Мне нужно связать морду, потому что медведи голова не круглая. Она с мордой и уши. Пришли глаза и, собственно, все замечательно. Теперь вяжем уши. Беру те же 17 петель. 17 петель. И вяжу уже травкой. Не забываю поставить плотность для травки. Но сначала делаю набор обычной вот этой вот ниточкой, потому что травку набирать очень тяжело. 17 игл на уши. Голова у медведя большая. Это все-таки медведь. У игрушечных мишек зачастую бывают непропорциональные головы. У нас голова большущая, потому что это медвежонок. Мы делали большая голова, большие уши. Один ряд провязываю. И беру травку. Я провяжу. Теперь следим за тем, чтобы у меня все было провязано. И начинаем убирать переднее нерабочее положение иголки. По одной. Тоже не до конца. Запоминаю, как я делаю, потому что эту операцию мне придется делать четыре раза. Сначала на травке, потом вспомогательной ниточкой вторую часть уха и еще одно ухо. Два уха должны быть совершенно одинаковые. Убираем. Убираем. Обвили здесь. Так посмотрели, что у меня все иголки рабочие. Обвили. И по одной игле точно так же убираем переднее рабочее положение. Уже заканчиваем. Осталось совсем чуть-чуть. Поэтому потерпите и вязание травки, и вязание сложное. Травка, оно все-таки сложное. Мы уже почти закончили медведя. Осталось совсем чуть-чуть. И по одной игли еще. Добавляем еще по одной. Вставляем 3 иголочки. Отрезаем травку. Берем вспомогательную ниточку. И все в обратном порядке. Не забываю поставить плотность. Можно даже плотность поставить чуть-чуть поплотнее. 4,5. Я ставлю еще плотнее, чтобы ушко было собрано получше. Один ряд сейчас провязываю. И в обратном порядке все выполняю. И начинаю ставить в рабочее положение. Игла по одной. Смотрите за иголками. Потому что поднимать можно, но желательно все это делать без ошибок. Если у вас машина сама не поднимет иголочки, язычки, то нам приходится очень внимательно за этим следить. И последний ряд. Так, и еще один ряд, поскольку мы начинали. И теперь можно закрывать. Ушко готово. Закрываем опять же удобным способом. Я закрываю косичкой. Теперь наша задача связать еще одно точно-точно такое же ушко. Сейчас мы на него посмотрим. Может быть, ушко можно менее остренькое вывязывать. Потому что все-таки у медведей уши круглые. Можно убирать иглы не каждую, а через, а по две. Тогда ухо будет менее острое. Но посмотрим. Вот так вот если его загнуть. Вот ухо получилось. С одной стороны оно вот так вот снова сложим. Вот где голова. Голова. И вот такое вот ухо. Смотрите, какое чудо. Настоящее медвежье ухо. Большое и полукруглое. О, отлично. Два вот таких вот круглых уха у нас будут торчать. Так, второе ухо. И будем оформлением занимать. Так, сшиваем ухо. Сшиваем ухо просто швом через край. Ищем место на голове. Вот мне шея. Уши у медведя не на макушке. Это не кот, а по бокам немножко. Поэтому выбираем симметричные места. И пришиваем вот эти вот два уха. Одно я уже пришила. Второе ищем симметричное место. Немножко в бок. И пришиваем. То есть уши не должны стоять на макушке. Они у медведя сбоку находятся. Пришиваем второе ухо. Когда будем пришивать, немножко подрастягиваем, чтобы оно кругленькое было. Вот здесь вот. Видите, ухо стало круглым. Здесь вот шея. Ну, отлично. Леглось сзади ухо. Просто сказочно. Спереди ухо. Второе. Пришуем. Сейчас будет самое сложное, самое интересное. Будем делать медведю физиономию. Ну, сначала уши. Так. Голова стоит. Где-то вот так вот. Это. Ну, будет так выяснили место. И просто пришиваем. Травка позволяет нам пришивать. Главное делать это крепко. Потому что, если это для ребенка, он может дергать эти уши, чтобы они не отвалились. Я пришиваю катушечной ниткой в цвет. Можно пришивать обычную. Но катушечная ее, она достаточно крепкая и ее не видно. То есть, она тонкая, тонкая и крепкая. Если пришивать ниткой обычной пряжей, то, во-первых, ее может быть видно. И она легче рвется. Для данной операции нам больше подходит катушечная ниточка в цвет. В цвет или травки, или вспомогательной нитки нашей. Так, периодически проверяем, что ухо правильно легло у нас со всех сторон. Сверху и снизу. Все ровно, все симметрично. Когда пришиваете, вот, расправляете потом эту травку, чтобы она не была замята ниткой. Так, ухо отворачиваем в эту сторону и пришиваем с второй стороны обязательно. Значит, оно может болтаться, а это совсем нехорошо. Так, ну что. Уши готовы. Очень хорошо. Просто замечательно. Нос. Можно поставить сразу. Единственное, что придется туда подлезать, чтобы его зажать. Ну, конечно, можно было это сделать заранее. Так, на самой длинном участке. Так. И вот так. Теперь растянули немножко. Самое главное, чтобы прошла через синтепон. Зажимы все эти прошли. Так, мне главное. Вот, 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 вот. Вышли. Сюда. Теперь берем зажим носа и зажимаем. Либо, если вы этот нос делаете из тряпочки, тогда все проще. Вы его просто пришиваете. Я, конечно, немножко ошиблась в последовательности действий. О, он зажат. Вот он. Вот он, медвежий нос. Так, отлично. После того, как мы связали голову, пришили уши, делаем морду. Морда у медведя будет такая вытянутая. Вот, чтобы вытянуть вот так вот ему физиономию, вот так вот, набиваем ее как можно больше набивочным материалом. Изо всех сил запихиваем именно вот в область морды. Видите, я поставила нос на заклепке. Можно было пуговку пришить, у меня был такой. Нос, правда, кошачий, но большой кошачий. В принципе, на медвежий сойдет. Набиваем ему нос именно в переднюю, в переднюю часть, как можно больше, потому что травка, она достаточно эластична, и ее можно тянуть в любую сторону. Она такой благодарный материал вязания. Это шитую вещь не набьешь, а вязание можно деформировать, образно говоря, деформировать любую удобную нам сторону. Вот нам нужен нос. Мы его сейчас и набьем как следует. Так, ну вот, нос уже вытягивается. Сейчас еще чуть-чуть, чтобы набивка не уходила из задней части головы, потому что все перешло в переднюю, сзади как-то стало очень маловато. Так, на вот этого медведя ушло полподушки холофайберой. Холофайбер, так. Набили, набили, набили медведя. Отлично. Теперь берем и стараемся зашить вот эту вот морду. Зашивать будем просто ее перетягивая. Так, главное где-нибудь закрепить узелок. Чтобы не перетягивать шею, например. Так, завязали узелочек. И теперь можно вот так вот аккуратненько, не затрагивая шерсть, видите, не надо далеко вот так вот вводить иголку вдоль вязания, чтобы у меня шерсть не уходила, не загибалась, не приминалась. Провязываем вокруг. Шерсть не загибаем, не заминаем. Аккуратно делаем нос. Есть разные варианты, как делать носы. Ну, вот это вот один из них. Если мы не вывязали его изначально фигурным, мы его сделаем фигурным сейчас. обошли круг. Иголка должна быть длинная, нитка должна быть такая, достаточно хорошая, чтобы она не рвалась. Видите, морда вытягивается уже так, капитально. Сейчас я ее еще немножко набью. Побольше именно в саму переднюю часть. чтобы у нас не было плоского ничего. Медведь у нас не плоский, медведь у нас очень даже такой объемный. вот, смотрите, профиль уже медвежья морда проявляется. так, сейчас мы ее подтянули. Держим. Вот здесь вот еще и прихватим узелочком. это еще раз говорю, как вариант. Если вы можете по-другому оформить, делайте по-другому. По идее, вот, поскольку мех достаточно пушистый, здесь вот будут глазки через нижнюю часть. так, саму шею лучше не трогать, вот, потому что иначе вы морду к шее подогнете. Вот морда внизу, от нее и делаем. Вот здесь вот зажимаем глаза, мы сюда их будем вставлять. глазки, можно пуговки, но я попробовала пуговки черные, честно говоря, мне не понравилось, я вам покажу сейчас, что получается. Так, морду, 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 нам самое главное сделать объем. Связать это полдела, остальное оформить. Вот, видно в профиле, что нос мы сделали очень такой объемный, потом распушить травку, но это можно будет сделать и потом. И смотрите, какие мы будем делать глазки. Глазки такие вот, они в самом основании носа у нас находятся, вот у медведя. Вот такой будет медведь. Отлично, да? Глазки клеевые. Можно пуговки, но пуговки, я вам сейчас покажу, черные пуговки. Смотрится совсем не так, медведь, как неживой. То есть пуговки, ну, в принципе, если ничего нет, можно и пуговки. вот. Ну, сейчас очень много всякой вот этой кукольной фурнитуры, можно найти глазки. Они стоят совсем недорого. Вот. Вставляете и клеите. Глаза главное выровнять. Видите, насколько лучше. Вот я один глаз поставлю, одну пуговку. если это подарочный вариант, медведь, подарок, то, конечно, надо красивые глаза. Делаете дырочку и вклеиваете вот эту либо горячим клеевым пистолетом, либо я сейчас попробую моментом. Вот, смотрите, у нас получается нос. Очень хорошо выделенный такой. Отличный просто нос. Замечательные яркие глазки. Ушки по бокам головы. Ну, ну, живая физиономия. Посмотрите, из прямого вязания мы сделали вот такое чудо. Все, сейчас мы закрепляем глазки. закреплять будем попробуем моментом. Потому что здесь вот рисочки есть, это все глазки, они не гладкие, они вот такие вот с рисками, с носичками, для того, чтобы закрепить. В магазине, по крайней мере, сказали, что момент возьмет. Отмечаем, куда мы будем симметрично, рядом с физиономией, рядом с носом, главное, недалеко. И один глаз поставили. Лучше это делать заранее, потому что, видите, мне приходится залезать внутрь головы постоянно. Если вы сначала пришьете голову к телу, то будет очень неудобно это делать. Вот совершенно живая любопытная физиономия. Мне очень нравится. С носом, с глазами, с ушами. Все. Нос. Кстати, нос. Травка такая высокая, вот эта вот. Вот я разгладила нос, в общем-то. Можно нос и чуть-чуть обстричь. Сейчас мы с вами чуть-чуть его обстрижем и чуть-чуть вокруг глаз. Именно вокруг глаз, потому что носы у животных не такие лохматые. и вот эта лохматость закрывает нам глаза и носы. Вообще ничего не видно. Потому что сейчас быстренько так наметили, где это все должно быть. И пробую приклеить моментом. Так, это должно быть вот тут и вот тут. начало один глаз. Намазываем. Момент обычный, кристалл. Я им пользуюсь тоже при изготовлении игрушек, когда делаю когти, когда делаю глаза. как раз отверстие, глаз и был. И так, пальцами зажали шерсть. Прижать. Все пальцы вклею. Сейчас пойду отмывать. Главное, чтобы пристало. Главное, пристал мех. Ох. И немножко холофайбера туда же, чтобы он держал. Ох. один глаз готов. То же самое сейчас делаю со вторым. Пока вот тут. Так. И не поды. второй глаз. Главное, не забыть закрыть клей. Парить от клею. Так. Чуть-чуть. Минутку держим, чтобы он подсох. Пока тут глаз поприжимаю. конечно лучше на заклепках. вот такие вот глаза они к сожалению только клеевые. Ведь глаза маленькие, но они кошачьи. А вот такие вот на клей сажаются. Ну на клей так на клей. Мы не привередничаем. Мы берем то, что есть. Так. Немножко холофайбера туда, чтобы пальцы не пачкать и поджать. и прижимаем оба глаза. И держим, держим руками, чтобы оно застыло, потому что момент нужно клей такой, что его нужно прижать и подержать. В общем-то никаких сложностей нет. Самая большая сложность здесь это сделать вытянутую морду. Но туда набиваем побольше набивочного материала. Глаза, как я уже сказала, любые можно использовать в конце концов зеленые пуговицы или голубые пуговицы. Сейчас тоже достаточно большое разнообразие всей этой галантерии. Поэтому нету пуговиц можно вырезать из фетра, из чего угодно, из трикотажа в конце концов, что угодно можно. Некоторые даже из таблеток делают. пуговицы берут пластинки вырезают круглые части, в них вставляют зрачки какие-то и пользуются такими глазками. То есть делать можно все, что угодно. Так, вот наши глазки. Он живой совершенно медведь. Посмотрите, как здорово получается. А ведь мы с вами его связали, даже не сшили. чуть-чуть еще добавлю к руками. Приклеивала немножко. Убавила еще. У меня тут свалялось от набивочного материала. Сейчас я набью еще чуть-чуть. Кстати, чем лучше набито, тем лучше голова держится. Если вот здесь в самом начале у вас мало набивочного материала и в самом медведе и в голове, когда вы будете пришивать, эта голова будет болтаться. Вот здесь должно быть все достаточно плотно и в основании головы тоже не должно быть места. Иначе, как уже сказала, голова будет болтаться и эффект будет совсем не тот, когда она не держится плотненько, а отваливается в разные стороны, даже если хорошо пришита. Так, набили, набили, набили. Тело такое плотное, голова плотная. Теперь приставляем два технологических отверстия друг к другу и пришиваем голову медведя. Все. Это совсем все просто. Старайтесь пришивать вот за край, вот здесь вот, не затрагивая морду, для того, чтобы она не смазалась у нас. вот так вот. Чтобы была видна морда. Иначе мы ее напрасно так активно делали. Будет непонятно. Вот. Вот так вот это все выглядит. Еще можно прямо сейчас подстричь. Чуть-чуть подстрижем нос. Немножко, совсем чуть-чуть. Сам-сам нос. Вот так вот. все-таки носы у животных и прямо вот вокруг глаз. Потому что вот эти вот места у них у всех не очень-то лохматые и вообще глаз не видно у медведя в таком виде. Очень аккуратно. Главное в этом деле не перестараться. Это можно все выстричь, будет некрасиво тоже. Ну, как-то так. Очень хорошо. Очень хорошо. Просто мне нравится. Мне очень нравится этот нефть, как он получился. Так, лишнее сейчас убрать. Ну, просто красота. Красавица. Глазки приклеились уже. Все. Берем нашу ту же иголку. Иголку лучше брать большую. Я беру вообще иглу для шерстяной пряжи. Кстати, в данном случае может быть и стоит брать именно не нитку, а пряжу. потому что она более толстая, она лучше будет держать. Нитка не так хорошо стягивает. Берем пряжу, которую мы вязали, вот эту дополнительную, ну, в принципе, любую другую, подходящую по цвету. и аккуратно, аккуратно прошиваем голову. Пришивание головы никакого фокуса нет. Просто по кругу сначала, потом еще раз, потом еще раз пройти. То есть пришивать голову лучше в несколько этапов. Главное ее... Ну, давайте спереди начнем. Закрепляем нить. Нить закрепили. голову соединили. И сейчас заодно так сразу прихватим и сзади. Раз, два. Прихватываем и выходим опять вперед. Все затянуть. Вот так будет у нас выглядеть голова. теперь просто по кругу пришиваем. Вот и идем. Голова, тело, голова, тело. Итак, получили медведя. Получили именно то, что мы хотели. Вот такую красоту. Глазки, носик, ушки, все на месте. Голова обязательно плотно пришита. Надо обращать внимание на то, чтобы голова плотно держалась. Чтобы плотно держались лапы, если это подарок ребенку, чтобы нигде не торчали ниточки, чтобы глазки были вклеены как следует. Если это маленький ребенок, глазки будут оторваны. Нос, подстригли вокруг носа шерсть и вокруг глазок, чтобы шерсть не закрывала нам глаза, уши. Все, медведь готов. Можно дарить.